Первый вопрос. Работа в системе добродел. Пока говорить о стопроцентной эффективности не приходится по некоторым показателям. Округ остается в красной зоне. Хочу напомнить, что наша задача к декабрю выйти из всех красных зон рейтинга 50 по показателям добродела. Для этого нам нужно улучшить четыре основных параметра. Это уменьшить количество обращений граждан, сократить количество просрочек до нуля и повторных обращений и разобраться с теми обращениями, которые мы называем отложенными. 5 октября в Одинцово прошел традиционный парад коммунальной техники. Глава округа дал высокую оценку готовности служб к зимнему сезону. Внимание к этой теме сегодня повышенное. Убирать город от снегопадов. Готовы и люди, и машины. В фокусе нашего внимания наличие техники и ее состояния, готовность к зимнему сезону. Наличие рабочих людей. Заключение контрактов на содержание территории, на складирование снега. Своевременный вывоз непосредственно с временных площадок складирования. Теперь вывоз мусора будет контролироваться через ЦУР. В случае, если машина вовремя не приедет и не заберет твердые бытовые отходы, система незамедлительно даст сигнал и проблема не останется без внимания. Мы в ЦУРе теперь будем видеть то, как выполняется или не исполняется график. Мы не будем ждать, пока придет жалоба по системе добродел или в социальной сети. Сразу будет понятно, приехала машина регионального оператора по графику или нет. Будет зажигаться тревожная кнопка, лампочка, так скажем. Будет зажигаться отрабатываться в течение нескольких часов, соответственно, подменные какие-то машины, если что-то произошло у регионального оператора. И эта система позволит контролировать каждую минуту перемещение ввозчика по территории Мониторсовского округа. Также на совещании был рассмотрен вопрос внедрения системы мониторинг движения лекарственных препаратов. Это позволит закрыть доступ в оборот недоброкачественным фальсифицированным лекарствам. До конца октября все аптеки округа будут подключены к этому сервису.